Прямо сейчас эту тему мы продолжим обсуждать. В нашей студии сразу два депутата Красноярского городского совета. Константин Сенченко и Виталий Дроздов. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, отталкивайтесь с того, что вы говорили в комментарии, о том, что вот некоторые бегут, доказывают свою лояльность, что мы с вами имеем в виду нынешнюю власть. А как эти люди будут жить после того, как еще раз выберут действующего главу, а через год этим же самым депутатом переизбираться? Я думаю, нормально буду жить, потому что, мне кажется, вы маленькой ситуацию нагнетаете. Вот я хожу по округу, и я вижу, что существует сегодня два города Красноярска. Одни, в основном, это молодежь такие, настроенные критически, да, и они хотят перемен, хотят нового мэра, молодого, интересного, хотят двигаться вперед. Но основная масса людей, особенно люди постарше, они очень консервативные, они считают, что кроме Эдхам Шукреича никого быть не может даже в принципе. И они прямо говорят, Константин Владимирович, только Эдхам Шукреич и без вариантов. И они прямо настраивают, они требуют, что никаких перемен они не хотят. Александр Ильич, согласны, что вот существуют такие две реальности, которые одни за, другие против? Я чуть по-другому смотрю на ситуацию. На мой взгляд, этот интерес к выборам прямым или не очень прямым, он немножко переоценен. Чтобы оценить реальный интерес граждан к решению городских вопросов, вот не нужно загадывать, про выборы мэра говорить, про выборы президента еще кого-то. Достаточно попытаться провести общее собрание жильцов на квартирном доме. И мы увидим реальный интерес граждан вообще к жизни, к своей и к городской в том числе. Число людей готовых реально участвовать, готовых брать на себя ответственность, но оно совсем небольшое, к сожалению. Скажи, пожалуйста, вот есть финальный вопрос, но есть еще один вопрос, на мой взгляд, очень важный. Вот многие задают вопрос, если вдруг Владимиров, который заявил о своем желании, будет допущен до голосования в городском совете, он за себя голосовать может? Или Егоров, например? Как-то оговорена эта процедурная тема, потому что конфликт интересов или нет? Я еще внимательно это не оценил, хотя мы начинали уже это обсуждать после того, как некоторые коллеги выдвинули себя. На мой взгляд, здесь конфликта интересов я не усматриваю. Скорее всего, не усматриваю, поскольку конфликт интересов предполагает какую-то личную заинтересованность, которая противоречит твоей незаинтересованности как должностного лица. Ну, в данном случае вот такой личной именно заинтересованности не вижу, поскольку люди выдвигаются, опять-таки, для решения общественных интересов. Ну, вы, отвечая на первый вопрос, в принципе, ответили. То есть люди после 24 октября никоим образом не отреагируют о том, что вот нас лишили выбора? Я думаю, что нет. Понимаете, людей нужно приучать, брать на себя ответственность. Если человек в 18 лет имеет право жениться, имеет право, должен идти в армию, имеет право рожать детей, платит налоги, да, то он должен иметь право саму решать свою судьбу, самому выбирать главу города. Когда мы такого права лишаем, активных людей, мы говорим про активных людей, это большая беда, потому что именно активные люди, люди, которые хотят чего-то в этой жизни, они есть двигатель развития города, в первую очередь. И мы сегодня такого права их лишаем. Это неправильно. Александр Александрович, процессуально всё идёт, как было запланировано? Всё, в общем... Пока что да, мы приняли на сессии решение, объявили конкурс, его опубликовали. С 21 сентября начался приём документов, который будет продолжаться до 5 октября. Пока ничего не предвещает сбоев. И, пожалуйста, насколько я понимаю, порядком ещё предусмотрен один вопрос, когда депутат, избранный от какого-то округа, должен у людей формально спросить, а что они думают по поводу того или иного кандидата? Как это в реальности будет? Мне никто ничего не обязан, да, это личная инициатива именно отдельных депутатов. Я, например, для себя решил, что я вот пойду в округ, я организую такое голосование, где пропишу вот те фамилии, которые придут в конкурс, и буду людей спрашивать. Мы проведём такое, ну, мини-голосование на своём округе, потому что... Ну, я считаю, это необходимо для того, чтобы люди всё-таки брали на себя какую-то ответственность. Для меня, на самом деле, ещё большой вопрос, кто войдёт в эту комиссию. Потому что кто те люди, кто на себя возьмёт такую ответственность, и за нас решит, кто будет главой города. И для меня это большой-большой вопрос. А предусмотрена какая-то процедура, например, отказа человека, вот именно вот по этой или по какой-то другой причине, от вхождения в эту самую комиссию? Это же правда ответственность? Потому что люди потом будут именно этих людей тыкать, вот те самые активные, которые активно эту тему сейчас обсуждают. Ну, всё-таки окончательное решение принимает не комиссия, всё-таки это ответственность депутатов, которые будут на сессии в конце октября принимать решение комиссии, принимают предварительные решения. Туда насильно никто никого не загоняет. По крайней мере, те пять человек, которые будут назначены городским советом, вот совершенно точно они должны написать заявление прежде всего, а заявление подписать своей рукой собственноручно. Поэтому я полагаю, что люди понимают, куда и зачем они выдвигаются. Ага, ещё один риск, который существует, который тоже обсуждает, что всё это может превратиться в такое определённое шоу-спектакль, как сейчас Виктория в сюжете говорила, о том, что будет один основной кандидат, выбор которого предрешён, а остальные, что называется, покричать, создать шоу, значит, по что-то... Вот это же тоже снизит определённую оценку этих самых выборов или нет? Может. Ну, примерно так и будет, но в любом случае есть один уже положительный момент, хотя бы в том, что появляются какие-то новые люди, которые вот... их раньше не было в политике, они сегодня заявляются. Вот та же Юлия Ганусова заявила о своих как бы амбициях, это прекрасно. И в этом я вижу хоть какой-то плюс этих выборов. Ну, и заключительный вопрос, всё ли предрешено, по вашему мнению? Предрешено ли, что следующим главой города Красноярска на пять лет будет Эдхамш Кричат Булатов? Если можно коротко. На мой взгляд, ещё нет. Я думаю, что в городском совете нам предстоит ещё поговорить об этом. Консир Владимирович? Эдхамш Кричат может споткнуться. И не набрать необходимые 19 голосов. Такая возможность, ну, такой шанс есть. И тогда вся процедура ещё на месяц. Спасибо большое за то, что пришли. Предполагаю, что непростой период предстоит депутатам городского совета. И с точки зрения процедуры, и с точки зрения общественного мнения, тем более тем депутатам, которые, в общем, ответственно относятся к своей работе. Спасибо, что пришли в нашу студию. Откуда ты. Как